Здравствуйте, меня зовут Максим Кузнецов. На данный момент я проживаю в городе Вильнюс, это Литва. Моя жизнь так повернулась, что мне пришлось переехать с Украины в Литву. О чем нисколько не жалею и жалеть и не буду. С виду я обыкновенный, молодой, симпатичный парень. Хочу немножко рассказать о себе, дабы поближе познакомиться с вами. Когда мне было 17 лет, я, как и все дети, переболел гриппом. То ли меня так лечили, то ли грипп был настолько интересный, а может быть мое здоровье было настолько слабо, повлекло ухудшение. Мое зрение начало падать. Врачи не могли определить, установить причину, что случилось, почему. Перенес много разных операций, обследований, исследований, вплоть до народной медицины. Я думал, что это быстро пройдет, буквально месяц-два меня вылечат, и я буду опять продолжать свою жизнь. Нет, время и шло, и шло, и шло, тянулось. Я начал осознавать, что моя жизнь-то поменялась. Как я дальше смогу себя реализовать в жизни, достигать своей мечты, строить какие-то планы. Впал в депрессию. Так как не ощущал помощи от окружающего меня мира. В 2003 году мы переехали в Литву. Моя жизнь началась с белого листа. Ни друзей, ни подруг, ни знакомых, ни врагов, никого, ничего. Мне предложили пройти реабилитацию для тех людей, которые потеряли зрение. Я согласился, правильно сделал. Мне там рассказали, показали, научили, как можно дальше жить. Что моя жизнь не остановилась. Да, она продолжается, немножко по-другому. Может, даже интересней, чем была раньше. Я поступил в медучилище. В детстве я хотел стать врачом просто. Стал массажистом. В Литве повстречал я много разных людей, которые мне дали своеобразную путевку в жизнь. Своим советом, своим наставлением. Своим даже примером. Проанализировав все это, я понял, что я занимаюсь тем же. Меня ставят в пример. Я себя ставлю в пример, как успешный мужчина, который смог себя реализовать, несмотря на мое кривое зрение. Когда-то давно я хотел только одного. Стабильность и боялся каких-то перемен. Зарплата постоянная, рутина обыдная, дом, работа, магазин, выходные. Но могу сейчас смело сказать, что ничего в нашей жизни не бывает стабильнее, чем перемены. Сопротивляться, ну, без подготовки, просто безуспешно. Кроме своей профессии, у меня есть любимое дело. Моя команда. Благодаря которой мы достигаем успехов. Конечно, много есть разных инструментов. Разные факторы влияют на успех. Я не могу давать гарантию за твой выбор. Но если вдруг ты захочешь вступить в мою команду, есть одно простое правило. Договоримся здесь же, на берегу. Пока наш корабль не отплыл в бурлящие воды. Возник вопрос. Задавай. Хватай меня за руку, за ногу, за горло. Получай ответ. Нащупаешь пульс, держи крепче, не отпускай. Если отпустишь, то в следующий раз будет уже трудно хватануть. В этом месяце принимаю три человека. Есть три вакансии. Рад буду с тобой познакомиться. Есть различные способы. Интернет. Вживую. Будешь проездом, либо в Литве. Познакомимся. Вдруг меня занесет куда-то, на тот край земли, где ты находишься. Встретимся, познакомимся. До скорой встречи. Жду вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова